Спасибо, что ты мне задал этот вопрос. Я его сам себе довольно часто задаю. Дело в том, что так меня научили и мама, и папа не смотреть однобоко на жизнь. Что кроме той точки зрения, которая возникла у меня, может быть еще другая точная точка зрения, и попытаться эту точку зрения примерить на себя. И тогда ты поймешь, как тебе надо поступать. Я слушаю наше телевидение. Естественно, первая и самая большая проблема – это наши взаимоотношения с Украиной. Вернее, не мои взаимоотношения с Украиной, а взаимоотношения двух государств. Одно называется Российская Федерация, гражданином которой я являюсь. Вторая называется Украина, где прошло все мое детство и отрочество, где на кладбище лежат мои папа и мама. И я, размовляв на украинском мове, и знаю, и люблю ту мову, и люблю те песни, которые спевают. И поэтому я слушаю, помимо монашего телевидения, и украинские каналы, которые достаточно спокойно идут в интернете. Ты знаешь, я как-то очень сомнительно относился всегда к этому понятию зомбирования, пропаганда. Когда я слышал, я думаю, ну что-то в этом, ну как можно так зомбировать, так пропагандировать. А вот здесь меня просто это испугало. Вот обрати внимание, если мы сейчас выйдем на улицы и будем говорить про Украину, про граждан Украины, ты не от одного человека, если он не урод, но даю гарантию, давай мы спросим с тобой 100 человек, и я абсолютно уверен, что 99 скажут плохие слова про Порошенко, скажут плохие слова правительства, но никто не скажет, украинцы это сволочь, или это негадя, никто. Я вот гарантирую тебе. А ведь случилось так, я слышу простых украинцев, которые говорят русские. Это ужас. Когда-то во время войны было такое очень важное для бойцов, ведущих войну с неприятелем стихи, они назывались «Убей немца». Не фашиста, не гитлеровца, а немца. И всех немцев мы называли фрицы. «Убей фрица». Вот видишь, это дошло до такой кульминации, когда для того, чтобы выжить, надо убить немца. Мне кажется, зомбирование вот наших, как говорят, братьев, хотя я очень сомнительно отношусь. Мы единый народ, и самые жесткие конфликты происходят в едином народе. Южная Корея, Северная Корея, понимаешь? Вот близкие, и там вдруг начинается какой-то водораздел. И здесь он случился. Но украинская пропаганда, телевидение и радио, очень профессионально, очевидно, я не знаю как, но я со стороны своих добрых знакомых слышу эту фразу «Убей русского». Это страшно. Потом вторая вещь, которая меня пугает, почему-то не обращает на нее внимания. Помнишь, в Германии был такой лозунг, гитлеровский лозунг «Германия превыше всего». Если ты посмотришь украинские телеканалы, то сверху идет бренд «Украина понад усе». Вот что-то я не думаю, что это какая-то фашистующая идеология. Нет, это нормальные люди. У многих затронуто самолюбие. здесь очень много разных вещей. Мне это сейчас напоминает развод любящих людей, но амбициозность каждого говорит, а я любил больше, поэтому почему мне достается меньше. Вот это все какое-то перемешивание. Играет ли в этом роль средство массовой информации? Наверное, да. Ведь люди-то сами не изменились. но в каждом интервью, в каждом выступлении я слышу вот это убей русского. И я никогда не слышал ни от одного жителя, гражданина России, который бы сказал убей украинца. Ну, не поворачивается язык. вот пойдем давай сделай ты же режиссер, ты же ну пройди по улице, может быть я ошибаюсь, но пройди по улице. И я думаю, ты не услышишь убей украинца. Как это убей украинца? Но идет война. Да, идет война. Ее никто не отрицает. Чем это закончится, тоже наверно никто не знает. Как выйти из этой ситуации? Я думаю, тоже никто не знает. Как принять эту ситуацию? Тоже никто не знает. Сказать, что время все лечит, это тоже неправильная вещь, потому что в это время страдают конкретные люди. Нет у меня ответа на этот вопрос, на эту проблему, кроме одного, что я очень люблю украинскую культуру, и мне она близка, потому что я на ней формировался даже больше, чем русская. И что-то делая на сцене, будь то пьеса русского автора, зарубежного, корни я ищу вот этой украинской мелодрамы, которая очень точно может занять. А знаешь что, в замечательной украинской пьесе есть замечательный тост. Вин звучит так. До побачення розуме зустринемось завтра. Вот может быть сказать, давайте отбросим все наши мысли, все наши умные головы и подождем до завтра. Это украинская фраза. Вот все, что я могу сказать тебе. фраза.